Играю на ЧСКОМ с мастером ФИДе. Пойду Д4 сегодня. И соперник, наверное, избирает страиндийскую защиту. Вариант с Аш3 у нас будет. Посмотрим, какое из продолжений он выберет. Решает Е5 сразу пойти. Ладно, задвину, чтобы вот эту слона выключить из игры. И теперь Ж4. Ж4, цель этого хода, чтобы предотвратить подрыв Ф5. После чего король черных ослаблен будет немного. Коня вывожу на Ф3 с тем, чтобы перевести его потом на Д2. Пешку Е4 уже придерживать. Ну и должен заканчивать развитие потихонечку. Неприятно ставить конь С5. Возможно, план у меня будет связан с тем, чтобы его согнать отсюда. Но на А3 последует А4. Я просто отдаю поля. Поэтому сейчас, наверное, этот ход неуместен будет. Есть вариант взять слона, коня на С5 слоном, но тогда черные поля сильно ослабнут. Пока что подведу ладью. Сразу А4 сдвигает соперник. Но есть в этом смысл тоже. Я сделаю два нуля. Немного опасаюсь за то, что мой король приоткрыт. Где-то может последовать А5 неприятное. Но соперник, я думаю, решает проводить игру на ферзьем фланге. План с Б4 у него. Но я пока что Ф3. Чтобы пешечная цепь более гармонично здесь располагалась. А3 теперь. И, возможно, конь С3 пойдет на А2 и на Б4. Вот такая полянка для него. Перевожу коня теперь. И на Ф5, наверное, просто не буду реагировать. Так, вот здесь вопрос, чем брать. Наверное, возьму конем. Чтобы сбить с Ц5. Возвращает коня соперник. Ну, теперь, наверное, ферзя подключу. Чтобы он не стоял без дела. И заодно теперь ладьи взаимодействуют тоже. При случае слона Ф3 могу сыграть, чтобы избыточно защитить пешку Е4 и освободить ферзя. И, конечно же, я могу снять. Есть также план с прорывом коня на С6. Создание проходной. Будет преимущество двух слонов. И ослабляются пешки Д6 и Б5. Кстати, я думаю, неплохой план игры за меня. Наверное, сейчас это и сделаю. Пора уже подключать коня. Тем более, слон Ж7 не в игре. Так, сразу ли мне играть конь С6 или Ж5? Ладно, Ж5 пока. Отброшу немного его коня. На С6, естественно, бью пешкой. И кажется, что его позиция скоро должна развалиться. Если какой-то динамики здесь не будет. Съел просто. Так, ну я думаю, не лишний будет ладьи здесь поменять. Все-таки лишняя пешка. Размены нам выгодны. Технически, я думаю, позиция выиграна. Просто нужно правильное решение тут найти в цепноте. Возможно, ферзя поставить на Д7 и попробовать выиграть слона Ж7. Или же просто поставить мат посредством слона С5 и слона Ф8. Не так много вариантов у соперника. Он полностью пообязан. Просто помог мне осуществить свой план соперник. Я и без этого планировал ферзя на Д7 установить. Ну и сдался. Думаю, что план с Б5, наверное, был неправильный. Я бы предпочел все-таки сразу ход Х5 за соперника, чтобы вскрыть моего короля. И в целом игру на королевском фланге.